Валерий Романович, уважаемые коллеги и уважаемые, я бы хотел начать с этой историей. 30 ноября, в прошлом году, мы получили под паузу инициативу о заключении конституционного соглашения. Достаточно долго ее рассматривали. Прежде чем рассказывать непосредственно о самом конституционном соглашении, я бы хотел сконцентрироваться на том, как сегодня обстоятельства, и отбивал все снабжения нашего города. Мы с проектом конституционного соглашения ознакомились, предварительно обладали. Это не значит, что решение о заключении конституционного соглашения и конкурентов поправок. В любом случае конституционное соглашение у нас является трех сторонник, как минимум, это непосредственно консессионер, консидент, лица администрации и глава, что есть в публике, в котором власти, что есть. Если говорить о системе теплооснабжения производящего акцента, то он состоит из 48 котельных, в том числе из 4 угольных котельных в задушке части города. Сплавная энергия и горячая вода для нужд населения и промышленных потребителей поставляется через 686 километров угловых сетей. Но здесь нужно учитывать, что 22 километра у нас по факту неисходяемые сети, воплодатель которых неопределён, но в действии мы не знаем, что минусы вымолочены. В последующем один терпе не существует на муниципальном полуфаре в течение года. Для приготовления горячей водопранили в целом устранены все системы теплооснабжения и инструкционеров 39 СТП, насосы, станции и камеры с решением. Немышный комплекс обеспечивающий теплом полувелённый был достаточно сильный изношен. 32 котельных функционируют более 25 лет, 10 котельных функционируют у нас под 10 или 25 лет, и только 6 котельных работают 20 лет. 10 лет достаточно много котельных, в том числе 5 котельных полностью оптимизированы и работают вверх, в участии в саннаду. Износ котельных расчётный износ по цене 84. Это достаточно физично, нужно признать, что. Третье, тепловые сети, в принципе, имеют схожие характеристики. 57% сетей у нас работают более 25 лет. 14% сетей заменули в последние 10 лет. И 29% лежат более 10 лет. Износ оценивается 81%, тоже достаточно большой. И тоже расчётный. Можно понимать, что физический износ по подземным коммуникациям считается достаточно сложным. Поэтому здесь данные у нас расчётные. Многие из вас помнят, что в 2018 году техоснабжением города занималась у нас коммерческая предприятия, обоих умных технологий. Во многом состояние тепло-сетевого комплекса города связано с деятельностью для этой компании, а именно с тем, что данная физическая инфляция не вкладывалась в обновление сетей и текущий ремонт, и капитальный ремонт на своей аренде. Ну, соответственно, в 2018 году у нас техоснабжением города занимается много спросей. Давайте посмотрим, какая у нас была динамика в принципе по замене тепловых сетей, потому что это мы с вами как граждане больше видим, чем работа на котелах. Мы их просто физически видим, как у нас мы раскапывали эти теплотации. Нормативно сколько эксплуатации тепловых сетей стоит 20%, 25 лет, то есть несложно что-то считать, что в год мы должны менять 4% сетей в год. Это в одноклубленном сочетении получается 27 км, 4 см. Так вот, у нас технологии 3 года последствия, 3 последние года строительности меняли в среднем всего 10,5 км сетей в год. Вот динамик по годам на сайте, вы видите, 10,5 и 14,7, 9,6. С переходом мультипосетей это в ситуации, когда мы достаточно сильнее видим, в 2019 году первый полноценный год работы мультипосетей мы поменяли 17 км сетей, в 2020 году прошло 20 км сетей. В целом, в среднем получается, практически в два раза меняем больше сетей, чем у нас технологии. Но в целом этого недостаточно, потому что менять нужно минимум 20 сетей. Менять не получается, потому что это все-таки достаточно большие денежные угревания, связанные с недостаточным сетей на сетей. Давайте посмотрим, мы спрогнозировали динамику старения тепловой сети и вот это определенная ситуация, в случае, если ничего не менять, вот такими же темпами, как тепловой сети сегодня работают, будем мы запрошивать замену сетей. При сохранении существующей капли за период с 2021 до 2025 год, у нас сети устареют еще на 10 км, то есть средний возраст сетей повысится с 27 до 37 км. Напомним, у нас нормативный сок замены сетей 25 км. Мы можем увидеть, что в 2018 году мы по городу имеем 567 включений тепла, измеряющегося, связанных с аварийной сетей. В 2019 году мы получили усилие сотрудников, мы пригласили до снизить, то есть 432 км. В 2020 году, конечно, динамику получилась немножко другая, связанная с тем, что у нас достаточно холодно началась в прошлом году, в общем, в режиме ситуации, дефектов было еще под 30 лет. Тем не менее, на 2021 год мы выгназируем 539 включений, пока, в принципе, все говорит о том, что мы можем с этим запускается. Ну и, соответственно, если ничего не менять, у нас аварийность, она все равно будет расти, несмотря на какие меры, там, и европейские училия сотрудников могут пригласить. Вот. Чтобы переломить эту ситуацию, в принципе, нужно достаточно много вкладывать денег в цепостивую инфраструктуру, в цепловые сети, посредственные котельные торговые. Посмотрите, на сайте я представлю прогноз необходимых вложений для того, чтобы, скажем так, кардинально поменять ситуацию в системе в основном в течение ближайших 15 лет. Только на ближайшие три года мы оцениваем объем необходимых вложений порядка 1,5 миллиарда рублей. В целом, для того, чтобы обновить наше муниципальное имущество, нужно в течение 15 лет вкладывать по крайней по 490 миллионов рублей в год, в среднем, да. Сейчас мы имеем возможность вкладывать порядка 190 за счет существующих тарифных источников, за счет тех тарифов, которые у нас сегодня есть. Про тарифы, потому что похоже, тоже расскажу. Вот. На слайде, еще раз повторюсь, это прогноз необходимых инвестиций. Это инвестиции и в сети, и в котельные. То есть полностью под все имущественные муниципальные. Если вы обратите внимание на это, в начале 20-24-х годах вывезли спресс, то это прогнозы из пиццы. Это связано с тем, что в первую очередь необходимо вкладываться в котельную инвестицию, плюс нам нужно еще построить 5 котельных заводчиков. У нас туда приходит природный газ, вы не можете это помнить. Соответственно, в этом мероприятии тоже необходимы деньги, какие котельные нужны как-то только. Вот. Соответственно, потом за счет полученных экономических инвестиций, вот, сдерживающих людей расходов топливных котельных, можно уже перекладывать все эти экономические, надо же все это дело позволять себе. Еще раз заточню, сбору нужно вкладывать порядка 490 миллионов рублей. А сейчас мы можем вкладывать всего 190. Ну, давайте потом посмотрим, как... Бенбольной. Мы можем это достигнуть, и как мы можем вкладывать 490 миллионов рублей. Мы сделали такую аля прогнозную экономическую систему, как нам нужно растить тарифы на титул для мультипосити, для того, чтобы такие объемные инвестиции можно было вкладывать за счет тарифы. На левой части слайда вы видите сравнение декущей тарифы и тарифы, мы не спросили, по-моему, вкладывать. Ну, что-то подозрительно кашляет, товарищи. Смотри, попейте, да? Не спасет. Хороший. Сейчас тарифы на титул для мультипосити составляет 1809 миллионов, СНДС, а тарифы на титул для мультипосити 1611 миллис копеек. В целом, разница составляет 12,9%. Чтобы было понимание, для обычной квартиры в этот потребительный сезон, это разница составляет 6,9 миллис копеек в квадратном метре в месяц. Обычная грушка, 36 квадратных, у нас разница получается порядка 290 миллис копеек в месяц. Люди в северо-западном платят больше за тепло, чем люди в моем уровне. В целом, если мы будем растить тарифы на титул для мультипосити, на уровне предельного индекса, который нам позволяет правительство Российской Федерации, а это 5,2% в год, и при этом у нас пау-плевые люди сохраняют существующий контур роста тариф, который у них есть, 33% в год. Мы учили буквально, если нет, у нас разница между тарифами северо-западной, на воюжном тарифе существует 24,6%. И разница в той же грушке уже будет на 290,0-700. И вот поэтому, в принципе, мы поняли, что рост тарифов, ну, в том числе мультипосити, это не самый лучший выход из сложившихся ситуаций, когда мы все понимаем, что нужно сегодня обновлять титул для мультипоситов, но за счет тарифов это, скажем, будет неприятно. Вот, соответственно, у нас есть другой путь, даже два, как вкладывать деньги в основную структуру. Первый путь, самый, наверное, понятный и самый для всех граждан приятный, это бюджетное вложение, потому что тариф не растет, за счет бюджета можно вкладывать. Но здесь тоже нужно оценивать все последствия, и здесь вот есть такая штука, как принцип ответственности субсидий. Если мы с вами выделяем деньги из гражданского бюджета на замену сети эти постановления, по факту мы субсидируем без бюджета затраты граждан на эти постановления, чтобы вы понимаете. У нас на федеральном уровне декорируются принципы адресности субсидий, то есть субсидии должны получать те люди, которые об этом ждали. Мы с вами все понимаем, что в нашем городе есть люди, которые могут платить за тепло в повышенном тарифе. Есть люди, которые не могут. В администрации не работают. Возможно, где-то не работают. Я прошу прощения, пожалуйста, послушаем, потом все вопросы зададим. Не перебивайте, пожалуйста. Поэтому выделение денег из бюджета – это такая история нарушения принципа адресности субсидий. Здесь нужно понимать, что 91 миллион рублей срок, которые требуются для вложения этих населенных субсидий в субсидии, за 2 года – это 1 новая шкафа. Или 5 нового центра. Или обновление красной площади, которая в этом году должна полностью заиграть 7 красных. Здесь нужно понимать, что бюджет – это всегда компонент. И здесь нужно понимать, что если мы вкладываем деньги из бюджета в обновлении населенных структуры, мы должны от чего-то отказываться. От чего-то важно для нас с вами, как для граждан. Поэтому, в принципе, как приоритетный мы рассматриваем третий вариант. Он сегодня позволяет нам. Закон позволяет такие нырянки используются в нырянке государственных частных партнерствах или в муниципальных частных партнерствах. Есть федеральный закон 115, который позволяет привлекать частные инвестиции к умножению муниципальных и государственных нарушениях. В принципе, у этого пути есть свои минусы, есть свои гражданки. Мы это четко уже знаем. Но и плюсы тоже есть. Плюсы в том числе в том, что мы вкладываем деньги не за шпатарифа. В следующей ситуации не за шпатарифа. И, собственно говоря, минусы в бюджетном положении в этом нет. Но есть минусы в том, что нужно будет консессионеров прямо жестко контролировать, чтобы не получилась такая же ситуация, как у нас была с коммунальными технологиями. Понятно, что с коммунальными технологиями мы попали в неприятные ситуации. Просто потому, что на момент заключения договора не было проекта на федеральном законодательстве, который не уйтирует такие договоры. Это был простой, для того, чтобы не было существенных условий. Сейчас мы посмотрим на вопрос о заключении конституционного соглашения. Есть отдельный федеральный закон. Есть не куча подзаконных актов, которые будут делать это. В принципе, процедура достаточно понятна. И с точки зрения искажения, я думаю, по системе контроля и штрафов, я, так скажу, там, отдельную камеру. Я хочу сказать, что мы будем делать вопросы в любом ключе. А сейчас, предлагаю слово передать коллеги, к нам и учитывая, что мы с вами посредством, как инициативе заключения конституционного соглашения, которые мы предлагаем. Всем спасибо за внимание. Я хочу, чтобы вы предварительно отслушили вопросы по переходу с темпюзону, батарейку. Мы показали, что это будет. И мы уже делаем другие, какая разница будет между обладом, обладом между его числением контура плюс и контура кодовитей. Поэтому, представитель, я хотел, чтобы вы это показали. В прошлом году мы рассматривали вопрос о возможности перехода в едином темнотехнологии постановления, чтобы было просто понятнее, что это такое, по факту есть несколько способов регулирования тарифов в сфере текла. Один из них — это метод альтернативной тазеты. Это упрощенное название. Чтобы понять, что это такое, то мы вместо стаянной котельной, которую у нас сейчас смотрят, берем ту же новую, берем на один кредит со всеми процентами, со всей историей. Вот стоимость риса размалована на 10 лет с учетным процентом по кредитам — это получается 3 альтернативной котельной. Все заказы, которые начинают для эксплуатации этой котельной по тем коэффициентам, которые вы думаете. Вот это 3 альтернативной котельной — это такой, скажем, модельный тариф, вслед которого тариф, в принципе, по теклу расти не должен. Мы понимаем, если мы можем за такой тариф построить новую котельную, то почему у нас тариф, допустим, выше, на столько лет процентов. Да, вот у нас по городу уже такая сложилась ситуация. И почему мы, в общем-то, вот эту историю с тарифами сейчас рассматривали и не приняли вот эту стратегию повышения тарифов в контурную мультиклассе, потому что у нас сейчас в мультиклассете тариф, в принципе, идентичен тарифу альтернативной котельной. То есть, в принципе, тот тариф, который у нас есть сегодня, вот этот институтс, тот день, тот день, он должен позволять построить новую котельную. У метода альтернативной котельной есть один только элемент. Тариф не учитывает. Он не учитывает протяженность сетей, подключенных котель, когда мы будем формировывать тариф. И получается, что чем протяженнее сети, тем менее правдиво этот тариф получился. Но, в целом, тариф альтернативный котельной котельной мультиклассе в мультиклассе, он даже чуть-чуть ниже, чем текущий тариф в теплоситете. Поэтому расти тариф дальше, он будет теплоситет, это такая не очень понятная миссия для нас, по крайней мере. И, собственно говоря, поэтому было принято решение, и правительство Российской Федерации в 26 декабря своими сопряжениями его утвердило, обык и усилий, в годы, чем обсеркция на роде землетрясения. Что это значит? Это значит, что вместо того, чтобы, как на правом графике у нас разница между тарифами мультиклассейки и пау, которую все время растет, она будет со временем сокращаться. За счет чего? За счет того, что в контуре мультиклассей тариф будет расти более медленными тарифами, а действие прямо в этом году и в следующем году тариф в контуре мультиклассе не будет вообще. Вот он останется на том же уровне, который сейчас. надо расчетный прогноз на эти все значения все равно будет у нас утверждать, что улыбается мультиклассейки, ближе к июлю будет происходить, к переходному периоду, соответственно, изглавляясь. И, соответственно, через 14 лет у нас по городу у всех жителей будет одинаковый тариф на тепловую энергию, и он будет, реально, тариф на альтернативную тариф. В принципе, в этом подходе есть, соблюдаются принципы социальной справедливости, то есть у нас у нас есть постоянные погрузы по тарифам. И эта модель перехода на ценовую зону позволяет нам достаточно безболезненному, без существенного роста тарифов получать дополнительные средства для реализации инвестиционных тарифов. В общем, здесь я ответил. Спасибо. Ну, я предлагаю выслушать экранного директора Т+. Вопросы? Вопросы задать можно? Вопросы для того, чтобы сейчас... Хочу к одному. Для того, чтобы выслушать еще доклад Т+, а потом мне задавать вопросы на том основании, что мы будем с вами выслушать. Может, некоторые вопросы, которые у вас на сегодняшний день уже возникли, будут уже в процессе доклада отвечены. Поэтому я предлагаю сейчас выслушать, а потом вопросы задают обязательно, конечно. Неправильно. Вы предлагаете так можно? Нет, мы не согласны. Мы тоже. Пускай сразу покоряющим. Пускай сразу покоряющим. Пускай сразу покоряющим. Так. Вопрос. Смотрите, вопрос. В свое время, я не знаю, на какой стадии этот проект, по Чебоксарскому водоканалу, они умудрились получать какие-то или получат инвестиции в количестве трех миллиардов рублей по программе «Чистая вода». Это, к слову, что нет возможности регулировать тариф за счет инвестиций. И все надо повесить обязательно на живую нефть в виде человеческого фактора, в виде граждан, которые будут оплачивать этот тариф. Какие действия предпринимали МУП теплосеть в части поиска инвесторов? Это первый вопрос. Второй вопрос. С 15-го года никак не могу получить ответ, что входит в цену гикокалорий. Что в этом тарифе сидит? Как идет перераспределение? Что в этой сумме 1809 рублей? Правильно назвал, по-моему, цифру. Все. Ну, спрыгнул, короче. По поиску инвесторов далее. У нас есть федеральная программа, по которым может меняться теплосетивание. Единственное, причем мы в этой программе не участвуем, причина в том, что у нас население будет представлять более 500 тысяч человек. А все федеральные программы рассчитаны на малые и 2 раза. И, собственно говоря, федеральные программы по населению нашего размера пока нет. Федеральные программы, соответственно, тоже. У нас на бюджете такие деньги нет. А если мы с новчиком объединимся, мы войдем в эту программу? Нет, наоборот, меньше должно быть. А, меньше надо? Ешь, кляш. Ну, надо менять законодательства. Депутаты есть у нас? Места, местами. Да. А где, на каком сайте это все находится? Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста, опять. Муравью, Сергей Иванович. Вот так. Скажите, пожалуйста, вы остановились на том, что, да, тариф у вас выше на 200 рублей, граждане обращаются, да, с жалобами, то, что перерасчет, что вы им сделали. И спрашивают, почему такой высокий тариф? По сравнению с этой плюс. Продолжение темы. Подскажите, пожалуйста, какой вам нужен тариф, чтобы вы остались на полу? Чтобы конституционно соглашения никакого не было. Какой вам нужен тариф? Да. Наверное, да. Как вам как? Ну, смотрите, тоже две части вопроса. За первую часть, почему у нас стоит выше, чем пауток? У нас пауток плюс владеет ТЭЦ. ТЭЦ – это большая конституционная установка. ТЭЦ – это не за счет энергии, разбирания газа, электричества и теплового изнателя как по хату, по большим ценам. Собственно говоря, тепловая изнатель – это не единственный из других. Собственно говоря, поэтому у них себестоимость генерации ниже, практически на 45%. Ну, тут это основная причина, по большому счету. Ну, а что касается… ТЭЦ – это еще можно? Какой вам нужен тариф? Чтобы рассматривать? Вот. Мы это тоже рассматривали и даже думали идти через указанную очередь в вашей республике. В принципе, сейчас тот, который есть тысячи, выходит в рублей. И сейчас выходит на 15% в дальнейшем растите в пределах индекса, как у основных ресурснабжащих. Это будет, наверное, на этой репе повыше порядка двух тысяч рублей. И, ну, просто неподъемный. Даже для нас, как для жителей ГУБЛКИ. Ну, тогда остается одно, да? Вы как раз и с тем, чтобы заключить конституционное соглашение. Да, мы предварительные благоприятные. Спасибо. Пожалуйста. 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 Примист 你 сказать очень. Пожалуйста. В общем-то Initiative я National Network конструкции. Пожалуйста. А почему мы ее унесем? Потому что он в сети взял. Без замены сетей избавиться от этих потерь практически нереально. Есть, мы знаем об этом, доли, конечно, потерь. Нас обманывают потребители. Не нужно за все это стурать. Управляющая компания, промышленные люди, мы об этом знаем, что они нас обманывают. Мы пытаемся с этим ситуацией контролировать, насколько позволяют закон. И основная причина все-таки это потери в сетях. Это авария. Любая авария случилась, у нас полный момент просто убиваются на ослаблении. Это просто незаметно находящие где-то, чуть-чуть капли, в течение лет не может это перестать. Принципально, это слабость. Такие фактические и реальные происшествия. И они не все закладываются стареем. Они закладываются только в части норматива. А все, что сидят на академе, это нашли путь. Как только пять. Пожалуйста, еще вопросы. Депутат Богдан Феорий Ильич, подскажите, пожалуйста, сколько отремонтировано километров сетей за предыдущий год? 23 километра. За два года. За два года 40. За два года 40. За два года. За два года. За два года. За два года 20. И сколько это стоило? Переключи, пожалуйста, на замене степы. Сенат, смотря на 19, то есть 20, 28. Стоило сколько? В совокупности я думаю, а, сейчас, просто на память скажу, это порядка 96 миллионов. За два года, да? За два года. Да, вот. Мы даже не проверим. Пожалуйста, еще вопрос. Любимый хал, пожалуйста. Можно подойти к программу, можно. Извиняюсь. Мы слышали, что в объекте вы властной базе имеете. За счет чего вы будете делать, такие огромные. Я знаю, что мы в свое время, я директор тепловой сетей был почти 25 лет. И мы ремонтируем по 50 километров. И какие там, 27, как вы говорите, 50 километров. Мы имели мощный цех. И этот объем мы выполняли ходспособом, своими. Конечно, трудно было зимой людей обеспечить. И мы их держали. И вот у меня как-то, вот это первое. Каким способом вы будете это все делать? Хотел бы узнать. У вас есть субстратные организации, базы какие есть. И второй вопрос, все-таки же, нельзя сравнивать тариф от энергосистемы и тариф от котельных. Что такое тариф от системы? Это отработанный пар. Вырабатывается больше электронейка, а куда пар пасывать? Это так. Поэтому, как вы говорите, заморозимое повышение тарифа от котельных, а там увеличивать. Это тоже, мне кажется, не совсем выход. Что-то надо другое подумать. Вот так вот, я смотрю на все это дело, вот коммунальная технология, конечно, для меня это обидно было, что потеряли производственную базу. Станочный пар, который там был, мы создавали его, здесь порезан на металлом, не сдал куда-то. Из этого тоже нельзя эксплуатировать. В каждом районе как-то были токарные станки, маленькие ремонты выполняли на местах. Вот мне хотелось услышать, что вы планируете сделать и каким способом? Спасибо за вопрос. На самом деле, первый вопрос, это не совсем по мне, как к коллегам с поводом, если я не работаю, я работаю не буду. На вдруг разуме. Это просто, чтобы вы понимали, что немножко разные. Что касается непосредственно производственной базы, мы более-менее тут, все-таки коллеги есть, и мы общаемся на первую очередь. Ну, чтобы было понимание, да, по выполнению работы, вот эти 23 километра сетей, которые мы меняли в прошлом году, это по способу, да, на моменту подряд, на это будет выписание. В принципе, у нас с коллегами с поводом, какие разговоры получили, терять технические базы. И, в принципе, освещение, выполнение работы по способу, мы должны прямо общаться, но в целом, в целом, сохранение темпов ремонта по способам нашим потенциальным кондиционерам только инвестируется. Ну и финмодель составлен таким образом, что исключение поддержки, мы просто, наверное, не выходные в такие объемы, которые себе привисывают в план. Вот, это по первой части вопроса. Что касается второй части вопроса, да, альтернативная, альтернативная, наверное, не самый идеальный способ решить задачу. Но мы в этой ситуации жестко ограниченные романы федерального законодательства, оно нам предлагает всего два уровня, либо регулироваться так, как есть, либо регулироваться по альтернативной. Других вариантов нам не дают возможности сегодня законодатель что-то делать. Поэтому, в принципе, здесь мы ограничены, и из двух до, наверное, выбирать начали. Надеюсь, ответим. Я чуть-чуть добавлю. Действительно, на сегодняшний день идеальным вариантом было бы, конечно же, финансирование бюджета всех ремонтировок, которые сегодня необходимы провести по декоративным сетям. Я имею в виду помощь, это все, в общем, это и противные, и другие сети, и все основные культуры, которые на сегодняшний день нельзя делать с СКП, это на срочные станции для того, чтобы действительно все перейти в соответствии. К сожалению, на сегодняшний день бюджет не имеет, короче говоря, не имеет возможности данной работы провести. Было сказано, что в оборудовании федеральных средств и было сказано, что все федеральные программы на сегодняшний день для малых граждан, то есть меньше 500 тысяч человек. У нас 580 тысяч населения в городе Рапсадо, поэтому мы пока не попадаем. Но все эти старения нам нужно понимать, какие-нибудь меры. И мы ищем направления, пути, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Чтобы действительно через 14 лет у нас старение теплого сетей с 27% не повысилось до 37%. Мы к этому движемся. Поэтому, в принципе, конечно, я хотел, чтобы этот плюс сначала высказал, но, в принципе, вот такая ситуация. Я снова предоставить хочу депутатому конструктору, что у вас есть в суд, или Степан, пожалуйста. Степан, пожалуйста, я думаю, что у нас есть в этом совете, в процессе он закрывает. Мне очень понравилась англорка, вкладываю, по поводу того, что мы не можем дать денег в программу, она заходит 508 тысяч населения в городе Рапсадо. Если все продолжается такими темпами, и угры население у нас так пойдет, я думаю, что в общем, смогли попасть такие программы. Здесь я провожу в классную фразу, мне очень понравился бюджет этот компрогмисс. Скажите, пожалуйста, как считается на протяжении последних двух десятилетий условия такого компромисса рассматривали сами граждане? Это граждане решали, что денег вкладывать в сети не нужно. Вопрос о том, кто виноват в этой ситуации такой изношенности. И по поводу бюджета, опять же. Я в 2016 году в госсовете посещаю каждый бюджет, каждый публичный служб. Я ни разу не видел представителя мэрии, либо чиновников какого-то от мэрии, от другого, либо от коммунальных наших активно-сетей, чтобы пришли и сказали, уважаемые вклады бюджета, вы же не поправки в бюджет, есть безлагательные поправки. Вот такие вопросы. Ну, это первый вопрос. Как же так пульс, ну? Кто иного? Ну, я здесь, по первому вопросу, на их комментариях, я думаю, личное мнение, потому что я не советую с городом местным судом управления, я буду в связи с этим справедливостью, да? У нас законодательство федерального местного судом управления измеряет управление муниципальным указанием в том, что мы должны быть через историческое своих предприятия. Бюджет муниципального указания отближается к муниципальным указаниям. В общем-то, идеология предприятийства – это основа демократии. Точно говоря, нам как раз он не мешал принимать эти решения через своих предприятий. Здесь такая ситуация, и никто это уменьшает. Что касается Министерства и Бурсоветов. У нас в основном, ну и как правило, все бюджетные деньги укладываются через государственный и муниципальный программ. Все, 100%. Как пишут, мы не считаем, что я не помню. Государственные программы пишут подвины государственной власти. Муниципальные программы пишут подвины государственной власти. Вот у нас нет ваших государственных программ по ремонту, по муниципальным. Ни кодемных, ни сетей. В свое время, в 17-18 годах, я помню, эти решения тоже принимал, мы принимали решения по отдельным объектам, которые во время коммуниципальных дел, но во время коммуниципальных, по строительству, которые в этом году достроили класса. но эти решения принимаются в 17-17 годах. И, вот, хотим, мы сочетковые решения принимались, но принимались исключительно, исходя из тоже возможностей, приемлемой. И тогда нужно понимать, что у нас региональный бюджет тоже. Я понимаю, что, наверное, государственные программы и вы не должны, но их пока нет. Да, я вам разговариваю, что эти системы снизу до участия в плане государственной думы, а наши сенаторы работали правильно, и эти программы снизу не будут. Вы говорили, что Дарик, в случае, если мы оставляем теплосеть, станет неподъемным, в первую очередь, для населения. Ну, давайте подумаем, станет из-за этого вот эта вот сама система отопления, то есть перестанет она работать, и станет ли люди реально голодать, у нас подачи в Аксаре, но и Чмаксарск, но при этом отдавать все деньги за то самое там время. Я думаю, что нет. Просто власть, которая получается, как мы сейчас только что посленно сказали, на протяжении последних двух десятилетий совместным депутатом разных созывов Чмаксарского горсобрания Государственного совета, бездействия депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, она допустила такую ситуацию. Поэтому она получит в принципе в ответ на повышение вот этого тарифа, то, что заслужило, я считаю, социальную непреженность. А это ее основной сестра, нашей сегодняшней власти. И я уверяю, что в любом случае, если определенный уровень социальной непреженности у нас возрастет, деньги найдутся. Тем более впереди 24-й год, и я думаю, что такого перед всеми нами, известными выборами, всем нам известного человека просто на просто никто не допустит. Поэтому не считаете ли вы, что это будет справедливо? Я задаю вопрос. Не считаете ли вы, что это будет справедливо за то, что сделала власть в последние 250-х лет, она получит десенциальную непреженность и будет решать кто-то свое усиление в управляемости? Ну, я думаю, вопрос о оценке власти. Это не вопрос о оценке власти. Я говорю, справедливость. У нас же нет регламента какой-то лоскости. Это с себя снять ответственность. Спасибо. Все, не все. Ладоков виноват. Филиппов. Которые занимаются на протяжении. Все правильно, разумеется. Все? Пожалуйста, вопрос. Иван Иван Владимирович, вопрос следующий. после потенциального, если это состоится, подписания концессионного соглашения, какие риски несет в себе муктеплосеть с точки зрения трудоустройства людей, сохранения действующих баз каких-то, да, и прочих там, прочих зданий, сооружений и так далее. Спасибо. На самом деле вопрос достаточно своевременный и актуально. У нас если будет принято решение соглашения сомнительного поезда и согласуют с подписанием концессионного соглашения, с 1 мая управляются передачи объектов пользователей концессионного. Что касается людей, работающих на наши предприятия, мы попросим примерно тысячи человек сомнительного понимания. Из них 91%, 920 человек, 910 человек, 100% будут встраиваться в купанию сессионеров. Мы уже эти вопросы тоже параллельно обсуждаем. Без снижения заработной платы на тех, сколько они переходят в новую внимание. В принципе, продолжают заниматься тем, чем занимаются последние 10-летия. А многие люди работают с системой по сравнению 5-10-летия и 7-й. Что касается производственной базы, мы, как правило, производственной базы концессионеров не отдаем. Потому что эти объекты, складные ангары для рожей и так далее не имеют отношения к производству предприятий не являются объектом консессионного соглашения, они остаются в муниципальной собственности и одну имущество доступно для управления и имущества найдет, как правильно эти имущества распределиться. Тогда, если можно, второй вопрос. Что будет с финансовыми обязательствами мук-теплосеть, то есть у нас есть и долги, и кредиты, и лизинги, и рассрочки и так далее. И второй вопрос. Есть ли вот это имущество, которое вы говорите, оно не передается, это же приведет не, так или иначе, это приведет к тому, что он разрушится и приведет в верховое аккуратительное состояние. То есть, что делать с этим? Если, вы говорите, его куда-то передадут, а если его никто не захочет брать, если оно никому не нужно, к примеру, кроме самих мук-теплосетей, что делать с этим? Спасибо. 20 рублей килограмм металлолома. У нас остается, ну, чтобы вы понимали, по месту расположения есть объекты все достаточные виды. Допустим, здание проспект Ленина, одинаково, в центре города. Или здание по на данном целом Шубашкар Шумирова, 20. Абсолютно неизвестный объект, они стоят точно не будут. В принципе, в ней не имеем эти подробные конецы. У нас тут такие периоды. В принципе, все расположены в городе, нормальные, с которым неизвестны. С этим организмом все будет. А по первой части вопрос? По финансовым обязательствам. По финансовым обязательствам. Мы с коллегами достаточно долго общались. И вот эта дата 1 мая она появилась не исключательной. Потому что 1 мая у нас закончится годительная сезон. Это, например, 26 апреля по 3 мая по этой промежутке наверное здесь. Собственно говоря, те начисления, которые сделают в России за годительный период, в апреле этого года, и в принципе хватит рассчитать со всеми у нас в России. сезон. Все. Ну вот, пожалуйста, где вы что-нибудь передайте в слое. Какой день? Вопросы по характеру. Человек, которому не нужна сезон. по характеру. Продолжение передать в городом национальном в субботу, в субботу, национальном обновлении, национальном направлении. Какие гарантии предоставлены к вам в следующем процессе состоится? Какие гарантии будут подписаны в этой процессе? Так, депутаты. Идет прямой эфир для сточки. 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 Сложилось с источниками тепловой энергии, центральными тепловыми пунктами, вместе с тепловыми сетями. В целом, на период действия консессионного соглашения инвестиционные объемы составляют порядка 10 биллиардов рублей. Ну и порядка там, в принципе, в приложении консессионного соглашения номер 4 и 11, вы можете все ознакомиться, посмотреть. То есть это инвестиции 10 биллиардов рублей, плюс источник финансирования, ремонта это 5,7 биллиардов рублей. И в целом за 25 лет мы предлагаем вложить в тепло-сетевое ущество порядка 15,8 биллиардов рублей. Это без МДС, это 19 биллиардов. Внимание, это на пласте, это ощущение, почему разная цифра везде не говорили. Соответственно, тот перечень мероприятий, который мы планируем реализовать на этой длительной 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 длительной, в целом включает в себя перепалку всего объема тепловых сетей, то есть это 664 км. Плюс модернизация и автоматизация котельных и ЦДП в политике по котельным единицам. Там только одна котельная по ЦДП-39, в том числе насосные станции. Ну и плюс, как уже предыдущий Питер говорил, основные мероприятия следующего года это строительство пяти газовых котельных. Пять, почему? То есть три газовых это замен 4-купольных, две это замен котельной санатория и ЦВШ, которая на сегодняшний день работает на воду. Соответственно, все местные мероприятия, они в приложении номер 4, в консессионном соглашении указаны, расписаны, но при этом мы будем ежегодно их детализировать до конкретных этапов, участков, сетей конкретных котельных. И при этом утверждать все это в системе теплосомжения, вы как жители города всегда можете присутствовать на публичном случае и искушение по утверждению теплосомжения, принимать активную участие, делать акценты на те или иные моменты, которые мы не увидим или не оценим в рамках эксплуатации данного теплосомжения. Но еще раз обречу, что именно первые годы это те объекты, которые взяты в проработку и модернизацию, которые нуждаются в первой очереди с требованием инвестиций. Ну, вот здесь вкратце, выдержка инстанкционного соглашения, в принципе, и вируса на этом слайде. Вы можете с ней ознакомиться, то есть я об этом уже и сказал, что нам позволит достичь выполнения данных мероприятий. В целом, исполнение всех мероприятий мы достигаем целиком технических показателей, которые на сегодняшний день указаны в компенсационном соглашении. То есть порядка 47%, практически половину мы снижаем аварийность на конец периода, мы снижаем потерь и доводим их до неопортивного состояния, и снижаем степень износа, процент износа теплых сетей. В целом, как уже обсуждалось, и Максим Евгеньевич, наверное, более исчерпывающий уже дал информацию по поводу роста тарифов, то есть здесь, наверное, вкратце покажу такой слайд, то есть если сравнивать изменения размера платы граждан на коммунальные услуги в среднем прогрессе, то есть опять же двухкомнатная квартира, сравниваем, как будет расти с точки зрения, если остаться как есть и двигаться там растить тарифы на котельном пункте плосень, а мы говорим о том, что сейчас, если случится подписание конституционного соглашения и утверждение тарифов в рамках ценовой лоты, тех, которые, именно ценовые последствия, которые уже посчитаны, ну, это, когда сейчас считается, что это будет зависаться в платформе публики, то мы говорим о том, что в целом разница, если брать платежку за двухкомнатную квартиру, то это будет и разница в районе 130 евро, то есть не более 4% того индекса платы граждан, который на сегодняшний день утвержден, там 4-4-2-3 публики. И еще раз оговорюсь и уточню, что по северо-западному району, там Ново-южному, юго-западному району, прошу прощения, там, где потребитель получает тепло от котельной сегодняшней мультеплосети, они в ближайшие доходы расти не будут. Далее он будет расти ровно с индексом платы граждан. Не вышли. Кто у меня в подокол везет, готов ответить на вопросы? Пожалуйста, вопросы. Председатель профсоюза МУКТЕПЛОСЕЙСКИ Краснополин Федор. Поскольку клонируется переход работников по ОТОПЛЮС, как это будет происходить? Привод на работу в порядке уволения по собственным желаниям или в порядке перевода? Ну, мы сейчас обсуждаем... Ну, давайте начнем с того, что если решение будет принято, то мы готовы в порядке перевода. Понятно. То есть если это законодательно, вроде бы, предусмотрено, там, увольнение в связи с переводом, то есть... Ну, без собственного желания, потому что это связано с... Нет, нет, нет. Без перерывания стажа, то есть, ну, чтобы персонал не пережил по этому поводу, да. У нас сегодня 998 человек на штате работают. Значит, далее нам штатное расписание ваше, мы его рассмотрели. В итоге у нас освобождаются и выходят, пойдут на улицу 80 человек работников ОТОПЛЮС. Вот. Далее, значит, у нас на улице окажутся люди, которые с изменением должности, старшие мастера, у вас там по штатному расписанию, таких должностей нет, они должны будут работать с мастерами. Таких у нас... Вопрос надо снять, он не нужен. ...человек. Непонятно, сегодня управление по работе с абонентами, в штатном расписании их тоже нет. Таких у нас 38 человек. Всего 151 человек. При встрече с главой Чувашьей Республики Олегом Николаевым, и в письменном обращении у нас было, он заверил, что все 100% работников будут трудоустроены. Как этот вопрос? У нас 153 человека должны будут сокращаться, и они даже будут как бы получать по сокращению 2-месячную зарплату, если не устроится 3-месячную. Это тоже будет нагрузка на муфти-классе фактически. Ну, давайте сначала начнем я, да? Значит, а потом я не буду соответствовать до конца. Значит, мы можем подать, что решаем церемонию. Значит, если у нас был переход безболезным от коммунальной технологии в тепловесии, я считаю, что точно так же будет и переход с индукции, и коммунального цепплюса, если это решение будет принято. Ни один человек на сегодняшний день, или после того, как будет творить это решение, на улице не окажется. Значит, единственный вопрос на сегодняшний день это вопрос по статусному процедуру. Но никто, значит, сегодня в структурном отделении, которое занимается эксплуатацией тепловых сетей, значит, в принципе готовы и не все правят. То есть это будет не 3-2, скажем так, или 3-2, но другая организация. Но ни один человек на сегодняшний день не будет там и на улице. В связи с тем, что у нас есть разрушительный клиент, полный вопрос, что некоторые наши работники захотят перейти в городские предприятия. Поэтому мы в рабочем порядке все эти вопросы решаем, и не нужно решать просто-напросто на колесах норм, потому что кто-то окажется на улице. Мы все, мы имеем право администрацию города, на сегодняшний день ответственны за всех людей, которые работают в структуре. И ни один человек на улице не ответит. А по конкретным лицам, да, по шутам, у нас еще не закончил вопрос. Ну, давайте. Значит, не часть инвестиций, но все вопросы задайте, пожалуйста. По зарплате, значит, оклады и тарифные ставки у свесарей А может не на депту, а? Представлены в вашей должностной, значит, по штатному расписанию, и то, что сейчас сегодня имеет, разница в сторону уменьшения, в премиальной части у нас 3%, по вашему штатному расписанию 25%, если у нас есть КПУ, то там КПУ нет у вас. Поэтому у нас получается снижение зарплаты. Снижение зарплаты. Яйцами Пиксельберга будет удалось. Если мы говорим об уровне заработной платы ежемесячной, то надо посмотреть детально, по каким конкретным позициям идет распочтение. То есть я готов к рабочей порядке от отсутствия, потому что на сегодняшний день решение там не принято, да, еще, и, соответственно, мы готовы к отсутствию. Мы говорим о том, что у нас есть кроме других социальных обязательств, в том числе, которые надо учитывать в доходе персонала. Это 13% класса, которые у вас не выплативаются. И это материальная помощь, которая равна одному роду. То есть это то, что на 12,5 тысяч рублей. То есть это тоже надо принимать и учитывать. То есть это тоже дополнительный доход для персонала. Соответственно, я готов обсуждать там какие-то и неудичные выводы, если они есть на сегодняшний день. Давайте будем принять решение, будем встречаться, будем обсуждать. То есть, и как сказал Владимир Иванович, никто никого не собирается там обманывать. И в этой части точно нет цели. И самое главное по сварщикам. Сварщики – это основные наши работники, которые ремонтируют наши стекловые сети. По представленным нам статным расписаниям, видно, что порядка 10 тысяч рублей сварщики проигрывают. Вот по сварщикам, пожалуйста, посмотрите, чтобы работу пока примет и вести нужны сварщики. Классные сварщики. Они у нас есть. Если так будет, то я думаю, что мы все пойдем к вам. Спасибо. Пожалуйста. Депутат Богданов Федорович, у меня три вопроса. Первый вопрос, слайд номер три, откройте, пожалуйста. Да, я не зря уточнил предыдущего коллеги нашего по поводу километража сетей и финансовых средств. Мне лично немножко непонятно. Разъясните, пожалуйста. Четыре котельных будет в 2021 году заменено или отремонтировано и семь километров сетей. Правильно? Или я неправильно понимаю? Вот внизу. В 2021 году? Да, да, да. В 2021 году. Да. Сумма 232 миллиона. Что еще туда будет входить? Туда будут входить перечень мероприятий по подготовке проектной документации на 2020 год. А есть как-то более подробная информация? Отдельный слайд? Чтобы четко понимать, что будет в 2021 году. А где можно ознакомиться? Спасибо. В случае полученного принятия решения, будем ли с программой предоставлять его во все органы, в ближайшее инвестиции города. Это на теоретику, что вы будете не отвечать. Спасибо. Второй вопрос у меня. Как раз Мукти, Плосей имеют сейчас очень много недвижимости, да, которую будем реализовывать в следующем году, если это все пройдет, так? Будем. Ну вот, неправильно, если нет. Город будет. Пока реализация и мущество теплой в мире, где будет план? Вот, да. В итоге рассматривается вопрос передачи мущества в конце, те, которые необходимы для выработки тех оснабления. Остальные, значит, про те, о которых мы уже оцепленными говорили, это здания, которые не присоединяют технологические для выработки стекла и подачи кайфового оснабления, они остаются в каждом году. Вот, остальные те, которые как раз остаются в казне, за содержание текущего, за текущее содержание как раз, на ком будет возлагаться, на городе или на, есть возможность как раз, рассматривались ли возможности ввести конституционное соглашение, чтобы пока реализация не произойдет. Для чего имущество города будет давать в конституционер? Не мышцу города, а обязательство по содержанию того мышца, которое еще не было. Каким образом мы повесим на содержание нашей имущества, гороскопа, на кассе? Поэтому я спрошу, рассматривался ли мы. Ясно. И третий вопрос у меня. Есть ли какие-то условия, при которых уменьшится замена километров сетей и катения? То есть какие-то есть условия, при которых, которые сейчас здесь не озвучены? Ну, вообще нет. То есть есть конституционное соглашение, которое мы обязаны выполнить. То есть это в любом случае уже железно, да, все будет по замене населения? Ну, по-моему, пять, начало. Какой? Потом что? Потом, видите, Ади Юрий. Депутат, предъявленный процесс. Продолжаем, депутат. Согласно предыдущему накладу, мы понимаем, что износ сетей у нас составляет около 85%. Правильно я понимаю? Порядок. Да, там 73. Вот хорошо, 70%. Как был обычный метод износ? То есть насколько мне известно, контроль и вскрытие не было. То есть замеры, не какие-то приводят. Как и Максим Мининдж Билл, я скажу, мы вычисляли износ из расчетного метода из срока службы депутатской сети. Хорошо. Ну, в принципе, понятно, да, метод как бы понятен. Тогда, если мы посмотрим приложение номер 4, выходник институтного соглашения, и, в частности, пункт 3.1, пункт 3, пункт реконструкции главы сетей, у нас пункт 3.1, что он гласит? То есть до конца 6-го года реализации финансового соглашения будет отреконструировано не менее 11,8 километра тепловой сетей. То есть 1,8 процента. Это к концу 6-го года финансового соглашения. Проверили мы это минимум. Дальше, представьте, а дальше идет точка капитальный ремонт. Сколько еще у нас? До конца 3-го года 4,4 процента. И дальше еще. Хорошо. А до конца 3-го почитаете точку? До конца 3-го выше точнее? До конца 3-го года сколько? До конца 3-го. Вот сейчас все складывается. До конца 3-го. Я прошу. Если я тоже вопрос поступил, пожалуйста, ответьте конкретно. Не плюсы, а минусы. Отвечаем вопрос. Правильно ли вы поняли? Вопрос был, правильно ли я понимаю, неправильно понимаете? То есть да. Еще раз. До конца 3-го и до конца 6-го года. И, соответственно, нарастающих итогов выходит на 664 км. Надо смотреть инвестиции и ремонт. Да. А до конца 6-го года? А до конца 6-го года? Я не могу сейчас. У нас перед глазами у меня нет. Ну вот перед глазами у меня концу 6-го года написано 1,8 процента. До конца 9-го — 4,1 процента. До конца 12-го, 8,9 процента. Вопрос в том, что если мы утверждаем, что такие большие потери у нас 25% в сетях, то почему так сети медленно начинают сконструироваться и не начинать с этого именно работать? Во-первых, здесь больше надо смотреть не в том числе на километраж, а на материальную часть у сети. То есть километраж — это одно. Можно перекладывать сумму диаметра на 80 мм, на 80 мм, но при этом не улучшать потери не на единицу процента. Можно перекладывать диаметры на другие диаметры. И это оценка. Вопрос в том, что сегодняшний день нами как бы выполнено, и мы считаем, что именно с точки зрения материальности, как есть материально, как есть статистический, мы в правильном направлении. Мы сейчас пока руководствуем такими отчетами, которые имеют в доступе, в доступе, в доступе, в доступе, в доступе и в доступе и в доступе. Мы физически обследуем сетей, как поднять надежды, в полном объеме не проводим. Все, что можно было бы сказать, мы, по-своему, в будущем. Мы не заглядываем, но мы не понимаем, что это нечестно. Мы будем ориентироваться в момент, когда мы начнем с этой эксплуатированием. Поэтому, сколько-то я и говорил, что и животных, и конкурсивы, и конкретные участки, то есть, возможно, они увеличатся. Не исключаю этого. Весь сегодня увеличатся. То есть это минимальное значение. Как-то подходить к вопросу. То есть, вот ты сейчас озвучиваешь, что вы не смотрели, вы сейчас не знаете, есть более большие, серьезные деньги, вы серьезная компания. Можно было, конечно, наверное, смотреть более серьезно. Ну, по теме, мы залечили. Почему? Контрольное вскрытие. Это же не надо перекатывать. Есть аварии. 530 аварий. 530. Огромный. Огромный из этих данных. Хорошо. Спасибо. Ну, здесь нужно понимать... Прошу прощения. Значит, все данные, которые мы с вами с ними работали, и все приложения, все данные, которые председательные соглашения, соответственно, на данных, по данным, то есть понятно, что вы из города не рекомендует, или из города забываете, чтобы вы посмотрите, какая сегодня ситуация на территории и не реализируете сейчас. Но вот такая проблема. И нам нравится, что я иду сегодня говори, о том, что это действительно не сбывание, а где мы, где заходили. Но данные, то есть, и все будут сделаны. Пожалуйста, Сергей Рожалов. Что цифры меняются с каждым днем? У меня данные были, что мы готовы в первые 4 года отложить сколько миллиард рублей, а сегодня мы озвучиваем уже 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда, из них миллиард собственных средств. Миллиард собственных средств, а миллиард, это, получается, основные средства, да? Это основные средства. Откуда сумма эта, если у вас 2 миллиарда рублей? Почему не 5, почему не 6? И я вот смотрю на Габрицу, да, первый 21 год, это 7 километров, потом 30 километров, потом 13 километров, 15 километров. Я, конечно, понимаю, что у тебя цели на реку менять, да, их надо покупать, но мы в тепловой сети озвучивали, что чтобы все хорошо функционировало и не было аварий, хотя бы в год надо менять по 40 километров. Ну, приблизительно, да? И вкладывать по 500 тысяч, по 500 миллионов рублей. 20. Да, 20. Ну, это мы 20 меняли. А, минимум, да? Ну, по 500 миллионов рублей надо вкладывать. А тут у нас, получается, совсем не так. Мы по 500 не вкладываем 500, потому что мы котельные в первый год оборудуемся. У нас не получится именно на сети эти деньги направиться. Ответьте, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь же речь идет только о строительстве котельной модернизации, котельной модернизации ЦТП. И мы говорим о том, что первый год по тепловым сетям, это, опять же таки, будут те участки тепловых сетей, которые на сегодняшний день находятся с высокой степенью аварийности, с высокой степенью аварийности. Соответственно, мы, да, в первую очередь, заходим на эти участки тепловых сетей. Мы их приводим в нормативное состояние. Параллельно мы приводим в источники нормативное состояние. А далее уже по цепочке действуем, приводя все сети, чтобы у нас к концу окончания конституционного соглашения у нас сети были омоложены, ну, в два раза. То есть, если сейчас взять все сети, поменять, ну, условно, мы даже просто не глядя, ну, во-первых, устроим жарбон свиновой в городе, и жителям никому это не понравится. Это раз. И во-вторых, на конец года мы получим снова 25 летний сетей. Это второй момент. Наконец, в конце сетей, да, прошу прощения. Вот. Соответственно, исходя из этого, то есть в первую очередь мы имеем объятие на тех сетях, которые действительно сильно не нуждаются в замене этих сетей. И опять же, оговорок делаю промо-гереальную картистику, да, то есть километраж там и прочее. Ну и такая модель, она позволяет к концу окончания То есть, у конституционного соглашения достичь тех показателей, которые мы в них занимаем. Миллиард. Один вопрос, почему там миллиард, два, три. То есть, опять же, определено это тем, ну, это наше видение, наш опыт работы в других регионах. То есть, мы видим именно в такой последовательности средних объемах инвестиций, чтобы на конец периода выйти к такому. И вот именно сейчас, перед заключением, нет. После заключения, когда я узнаю о состоянии тех сетей, оно будет возможно в том числе и в больших сторонах. Это я думаю, что да, это может быть. Сергей Анатольевич, мы не знаем, что будет через пять лет, а вы говорите нам про 31-34-35 годы. Зачем? Мы хотим сейчас. Вот сейчас мы хотим. Сергей Анатольевич, давайте о нем. Вы вопрос задали. Попадали. Получили. А потом ослабление задали. Хотим, мы можем все заменить. Здесь есть сетевые сети в 2022 году. Мы можем все сети заменить, но в конце концессии мы получим те же самые сети, которые сегодня имеем. То есть там с отработанным сроком эксплуатации. То есть 25 лет, все, мы оттруем. Концессии получим те же самые сети, что мы сегодня имеем. Поэтому есть полномерная работа, которая для заключения действительно проводится. Пожалуйста, другие вопросы. Так, вопрос. Вернемся в 2014 год. В воле и судеб я приложил руку и сотрудничая в том числе с Т-Плюс. Тогда она происходила реорганизация. Я маску сниму. Происходила реорганизация. Удалось побеседовать в то время с руководством этой компании. В тот период начался плановый пробный переход на прямые договора, между собственниками многоквартирных домов и, соответственно, ресурсно обзывающей организации, в том числе Т-Плюс. Общаясь с руководством в тот момент, 2014 год, это было с Жаркова, не знаю, она сейчас работает, не работает, не знаю. В этом моменте были такие золотые горы, обещанные. Цена гигакалории, я вот господина спрашивал все-таки, что это очень интересная цифра, да? Они тогда обещали, что цена гигакалорий будет снижена на 300 единиц, на 300 рублей. По факту, на тот момент, после заключения прямых договоров, это улица Шумилова, дом 28, не 28, дом 30, по-моему. 30-й дом, это столица известная такая управляющая компания была. Первый, кстати, дом в городе Чебоксары, который перешел напрямую. Давайте вопрос. Вопрос. Не надо меня перебивать, все. Давайте вопрос опять задавайте. Чтобы люди понимали. Я говорю про золотые горы. Сейчас у нас есть реальная возможность, чтобы вот эти товарищи нам пообещали и реально выполнили золотые горы, которые по факту скажутся на тарифах. Пусть они снижают тарифы. Это раз. Сможете ли вы это сделать? Раз. Раз. И сможете ли вы все-таки поучаствовать в модернизации тепловых сетей, отдельно взятых многоквартирных домов? Тепловой узел, датчики температуры. Вот тепло. Это же ресурсно-набжающая организация. Сможете ли вы это сделать? Пожалуйста, ответьте на вопрос. Отвечаю на все два вопроса. Первое. Обещать снижение тарифов не могу ли от заморозки. Я уже сказал, что тариф будет от минимума тарифности. И от тех источников, от тех потребителей, которые получают тепло от котельных пунктов теплосетей, у них требуется наоборот. По модернизации тепловых узлов, к сожалению, скажу, мы в этой части вам помочь, наверное, не можем. С точки зрения... Потому что собственность это, наверное, квартирного дома. И на это есть другие программы, неконцессионное соглашение. Точно для модернизации. Пожалуйста, вам поможет капитальный ремонт. Ведь нет еще и истории. То есть, ну, здесь мы и не все сильно. Слеп, короче. Пожалуйста. Семен Бочетов, Верси Позорского района. В какой плане вы в компании «Тэкбюс» решила выйти с предложением нашей республики о концессии? И это наша республика вам предложила? И когда это было, можно сказать? Ну, наверное, это все-таки наше решение. Так как мы на сегодняшний день занимаемся развитием нашей компании бизнеса. И в этой части тоже считаем, что это то самое направление, в которое надо подходить. И плюс, почему именно концессия, или почему именно такое предложение возникло. То есть мы имеем источник, мы имеем потребителей. от этой точки зрения есть некая транспортно-севая реакция, которая контактирует тепло. Поэтому понимаем, что будет быть более эффективным. Мы, как правило, в своих городах делаем такой шаг, выходим с предложением. Да, да, да. Я понимаю, почему. А когда это произойдет? Я думаю, этот. С 30 ноября. Но за какого года мы подарим тебе минуты. Хорошо. Понятно. А когда ваша компания хочет получить прибыль с этих теплосетей, в каком году вы должны получить там 1 рубль из этой концессии? Я сейчас точно там по модели не вспомню, но думаю, это точно не в ближайшие лет 5. То есть получается, что большая крупная компания решила заняться благотворительностью и 5 лет развивать чебоксарской теплосети. Ну, считайте, да? Браво! 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 Вот это сказки. Ну, нам нужно будет чуть-чуть хотя бы. Можно батарейку славить? Ну, я подалик. Опять последний. Почти, пожалуйста. Ну, давайте. Рост на литр. Показано за двухкомнатную квартиру примерно 50 квадратных метров, 4 тысячи рублей. В данный момент у нас жители Новоюжского района присутствуют. Двухкомнатная квартира только за отопление, они сейчас ходят по 4 тысячи. У вас стоит неверная информация на слайде. Будет у нас такое чудо, что дарит понят. Ребята, один вопрос у нас. Здесь у нас ответы к администрации, прокуратуру, что все в порядке. Отопление у нас ходится нормально. Вы сравниваете какой-то определенный месяц? Нет, я вообще в целом. Средняя? Это значение погоды? Погоды не считая летнего периода. Предпоследний сайт включите, пожалуйста. Я отвечу на ваш вопрос. Почему именно сейчас вы платите по 4 тысячи рублей? Мы все понимаем, что зима в этот год холодная. И те значения, которые указаны на слайде, это среднегодовые значения по платежке. То есть, в том числе, минимальный платеж по зиме и какой-то максимальный платеж по леду и какой-то максимальный платеж по зиме. То есть, это среднее значение по платежке. Поэтому, и говорим о том, что мы сейчас платим только за 4 тысячи рублей. У нас есть на улице в этом году, видимо, все эти грязные большие деньги. Но пенсия, это у людей, у пенсионеров. 12 тысяч рублей, если братья в этом смотреть, как это все повысится. Сейчас вы хотите выровнять, получается, поднять где-то на 50% таблетки. Почему вы думаете, у вас на слайде было 13%? Там, 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 2,5 года. Сейчас у нас на валю, но там дешевая таблетка, правильно? Да. Вы сейчас хотите выровнять, сравнить, как вы себя в законе делали? Не сейчас, а в течение 15 лет при этом таких вам не будет выше индекса платы грамм. Да, и хотел бы сказать, тут надо не забывать о жителях. То есть нагрузка ляжет на плечи граждан, то есть существенная. А он не так и так вырос, что в путь концессии или не будет концессии, он все равно вырос. Вопрос в том, что мы здесь, как инвесторы, мы долгосрочные видим программу тарифов. И, соответственно, мы готовы заходить с инвестициями, в том числе с опережающими. А если жить в той возрасте, как сейчас, когда ежегодно защищать тариф, то мы не понимаем, что будет завтра. То есть, кубок, я пришлюсь на службу по тарифам, нам служба по тарифам не дала даже индекса платы грамм, а не 3,7, дала 2%, а завтра мы зашли в инвестиционный гадский этот большой. То есть, эта история ровно о том, что мы видим дальнейшую долгосрочную перспективу. То есть, вы о жителе нам все равно говорите, что рост тариф выйдет. Правильно? Нет. А вот, значит, мы сейчас два раза превращаем, а вот этот вопрос. Значит, вопрос задания, вопрос ответ уничтожен. Поэтому в дискуссии не входят. Значит, будем сказывать о том, что он в зоне теплок сельсии. В ближайшие два года тарифы заморозят. В зоне тарифы тарифы будет раскидан. В пределах индекс. Дальше мы не будем. Если бы мы сегодня ничего не делали, если бы мы сегодня ничего не делали, в зоне теплок сельсии тарифы тарифы рост в пределах 5,2%, а в зоне тарифы 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 где-то порядка 3,5%. Мы об этом никуда не денем. В любом тарифе тарифе не раскидан. Для того, чтобы поддержать новые индексы, то есть у нас система субсидирования. В жилищно-коммунальном хозяйстве. Обращаемся в социальные органы и оправляем субсидирование. То есть, что мы сегодня закладываемся, если бы это было, в бюджете, когда это происходит в бюджете. Здесь, здесь и будет. Поэтому то, что мы говорим, и говорим. И это будет, и это будет. Говорите о том, что на сегодняшний день вообще дороги тарифов не будет. Давайте, что делать, мы будем тарифов общаться, будем? Этого не будем, уважаемые дни. Угу. Лешитесь. Ну, понимаем, что это касается. Я не могу больше тарифов. Вот. Девушка, домой. Можно я закончу? У нас еще по теплокамерам вопросы. Вот мы ремонтируем город, дороги. Теплокамеры ужасно состоят. Я не первый раз, который я обращался к вам. Когда у нас наладится, вот это все. То есть, все новое, дороги, тротуары, теплокамеры наши в ужасном состоянии. Спасибо. Я прошу прощения. Грассович, ну дайте девушку столько представить. Он уже сказал. Восьмого марта. Ты еще один вопрос, расскажешь задать. Можно я просто стену скажу, а как он стоит? Просто следите, пожалуйста. Хорошо, давайте. Уважаемые нерадушные горожане, уважаемые люди, которые присутствуют на трибуне, я услышал ряд моментов. Естественно, много вопросов, которые мы вам задавали и предыдущих докладчиков. Вмите, пожалуйста, уважаемые коллеги, есть у нас программа собственного развития, в том числе нашему с вами, мы с вами говорим, врачи, вакцины. Раньше выдаст была принимать программу энергосборяжения и в том числе участвуем в федеральных проектах, в том числе, когда я пришла к вам вместе с работой. Тем не менее, есть программа развития технического развития города Чавасар. Учёстывалось ли ваше соглашение, да, ваше, да, вы предоставили аферу свою, да, на учение соглашения конституционного, предыдущего развития города Чавасар. Правда, как его генерального плана, да, как будет развиваться институра, как всё это будет дальше развиваться. Первый, это этот момент, на будущее, конечно, он будет резерваться каждый год. Но есть другой момент ещё. Просто вопрос. Если будет ещё какая-то институционная составляющая, да, я понимаю, один из случаев вы будете отбивать свои денежные МВС за счёт нижения сверху магнитных заправок, отлучения КПД-картенок и того подобного. Будет ли отдельно в вашей будущей деятельности по моменту приманка институционную программу, которую вы хотели бы вынести на защиту представительного права власти, то есть ЧГСД, и добавить в ваш тариф институционную составляющую отдельность работы? Планируется ли мы поменимся? Прямо того, что вы сегодня говорите, что в тех институционных мядах, в тех параметрах, которые вы положили в вашей деятельности... Допалдительно, нет. Самое главное, что в вашей деятельности... Спасибо. Сдпляйте. Если бы, пожалуйста, что конкретно в вашем предприятии институционные для этого долгосрочного обязательства, не самые, так сказать, для нашего города, для её в каком-то количестве регуляторов и институционных? И второй момент. Здесь прислажало достаточно много внутренних составляющих реальцев. Что конкретно для потребителя в ближайшие 25 лет несёт к концепции? Что конкретно нужно сказать для того обывателя, чтобы понимать, что это такое? Копите деньги. Отвечаю на два вопроса. Первый вопрос. Что нас заставляет и привлекает к данному институционному соглашению? Что я уже отвечал, да? Что есть источник, есть потребитель, есть некое звено, которое занимается транспортировкой тепла. Люди — это нефть. В центральной части города, где этот слава находится, соответственно, мы в первую очередь заинтересованы доставлять наш ресурс до потребителя, тот, который он будет с качественной температурой, подавлением и с качественной базой. Это нас заставляет входить в эту историю. Соответственно, всё остальное, остальные сети — это тоже наш профиль, с которым мы умеем и знаем, как работать. И мы считаем, что в этой части мы эффективная компания, которая может сделать программу, которую мы заявили на сегодняшний день. С точки зрения потребителя, что получит потребитель? Потребитель в рамках действующего законодательства, которое он сегодняшний день, если сетей по ценовой зоне потребителя, он не случайит. Я знаю, я сам задаю. Качество, перед всём, за которое мы отвечаем при этом, есть уже понятные инструменты, которые вы сможете пользоваться с точки зрения контроля качества, в том числе температуры, опять же таки, качество, сетовой воды, давление и в целом ресурсах. Это, причём, ещё раз повторюсь, это законодательно на сегодня закреплено. До этого этого нет. И второй момент, который, наверное, немало важный для потребителя, это единое окно. То есть, в случае, если случится всё, то компания «ДиКлюс» будет единым окном, которое будет отвечать в целом за тех поражения, по всему году. То есть, в случае, если люди, там, выясняют, где-то ключи надо разбираться, выяснять, или туда управляющие, управляющие компании, как компания «ДиКлюс», но я сержал, в результате будет опираться самостоятельно в управляющие компании, в качестве или качестве, где-то, на усиление, на усиление, в качестве или качестве. Пожалуйста, я вам расскажу. Можно написать? Причём Юрий Дмитриевич, в прошлом работе инфекционно-культарной сферы, работник водоканала. Я хотел задать вам вопрос, который вытекает из вашей правды. Вы сказали, у вас эффективная компания. Вы можете нам, будем говорить вкратце, я понимаю, что вы не сможете развернуть, будет ответ, но вкратце сказать, где вы свою методику управления, работы эффективно используете, какие города. Спасибо. У нас на сегодняшний день, если я сейчас не ошибаюсь, порядка 8 концепций уже подписано. Это Владимир, Киров, Ижевск, и Чайковский, и, в принципе, у нас один из показателей уже работы, это бюджет, которая 3 года назад, у всех, кто-то знаете, в таком состоянии, может, связаться, когда там была районаривная дата, то есть на сегодняшний день администрация города, в принципе, и все администрации, кто-то желающий посмотреть, как это работает, довольно-таки остаются впечатлены, то есть в той тенденции за сегодняшний 4 года. совместительно поменялась ситуация сильно. То есть, таки, наверное, и я, например. И последнее просьба к вам. Вы могли бы, ну, будем говорить, в социальные сети, в интернете или на телевидении выпустить какой-нибудь обзорный ролик или информацию о вашей компании? Более развернутый. Да, понятно. Спасибо. Лучинкин позовите еще. Я бы хотел все-таки еще раз, чтобы вы, может быть, я неправильно записал здесь, но когда коллег мой интересовался, возможно ли увеличение сетей, которые вы будете менять, вы сказали, что после соглашения, когда узнаем о состоянии сетей, мы точно скажем, сможем ли не отдаю. Я правильно же услышал? Вы сейчас спрашиваете о увеличении количества замены сетей. В первые годы? Длинный, да. В первые годы. Да, да, да. То есть, все-таки, давайте еще раз, как мой коллег тоже написал вас. Вам что мешало до соглашения понять, можете вы увеличить количество всех первых годов или нет? Потому что вот народ именно интересует первые годы, как все это будет происходить. Потому что индикатор это и есть. То есть, это является индикатором для понимания намерений любой организации. Пусть крупный, как у вас, или еще какой-либо другой. То есть, изначально, правильно? Я мешал на этот пост, потому что на сегодняшний день мы не можем оценить весь эпос сетевой области. Что мешало оценить? Что вам тогда пост говорит оценить после соглашения? Или через какое время после соглашения вы это все оцените? Когда в следующий раз мы соберемся, по сути, будет разговор. Сколько вам надо для этого времени? Можем собраться через год по одной-нибудь этой схеме теплоусмотрения и отчитываться индикатор года расширшего. То есть, вам года хватит, чтобы понять, да? Следующие, последующие два года. По поводу 222 миллиона все-таки можете еще расширить? Расширь, а что туда будет ходить? 4-5, а на 7 километров? Проектная документация, да? Что еще? Да. На скипечке мы можем, честно, честно сказать. Китаре не назову, я это у меня не оттуда. Тогда попросите на почту, пожалуйста. Спасибо. Сергеевич, подожди, пожалуйста, там. Замы дают. Попробуйте, пожалуйста, я хотела бы узнать, будет хотела бы узнать, вы говорили, что будет автоматизирована котельная по городу. А вы куда с этим котельным? Который работает в этих котельных? А что вы? Ну, там надо смотреть по объему котельной, во-первых. То есть, в любом случае, автоматизация не значит сокращение персонала. Не всегда такие цепономерности. Прямые. Спасибо, Сергей Натальевич, пожалуйста. Вот это. Можно откройте вам? Крайне. Крайне. Я считаю, что крайне важно. Так, вы скажите, пожалуйста, а Чахаевский у нас завод также остается? Присортиком? Остается, да? Хорошо. Так, и главные сети вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой минус вы уходите ежегодно? В этом году хорошая зима, вы хорошо смогли заработать, да? А не было бы зимы, в какой минус вы вышли бы? В 15-й веке. Подождите, как разнообразить, какая зла есть? В этом году я задаю коммерческие тайны. Вам отдельно, как цепь, вы уйдете? Насколько я понимаю, в минусы отрона была шепрой. В минусы. Все, я понял. Спасибо. А можно представителя администрации вопрос? Вы сторона договора, я так понял, да? Как вам было сказано, у нас, если будет принято решение, то второе соглашение будет. Это администрация, в том числе, в том числе, в том числе, вы будете свои деньги, ваши бесплатники и их от себя. А кто будет подписывать от администрации? Города. Договор. Скажите, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, администрация города, в вашем лице, в лице Ладокова, может на себя взять ответственность за вот такую ситуацию, когда развалили коммунальные технологии, фактически МОП «Теплосеть» отказывается от своих обязательств и заключает конституционное соглашение. Есть ли доля управленческого персонала, и Ладокова, в том числе, за такую ситуацию в городе? МОП «Теплос excited» Salomwell, «Теплос в 2021 году забрали еще революции. Поэтому мы всю полноту своей ответственности понимаем. И радуем только за то, чтобы у нас все работало и все происходило таким образом, о чем должно быть. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Уважаемые коллеги, мы с вами договорились, что задаем последний вопрос. И хотелось бы, значит, что предоставить в город. Мы договорились, чтобы все заканчивалось. Ну, вот самый крайний вопрос. Девушки, которые работают. Я представитель котельной. Я хотела узнать насчет зарплаты, да? Само вам. Они работают бесплатно, вы тоже. Мы бесплатно работаем. За народ бесплатно работаем. Он самый бесплатный труженик. Господин Борисович. Десятый взгляд в коммунальном числе. Молодец. Молодец. А нельзя ли оставить на том же обне, как у нас было? Почему мы переходим в вклад, и вы нам задаете свои условия? А нельзя ли оставить такие же условия, какие мы были и какие-то приобрели? Ага, сейчас. Ага, сейчас. Вы предлагаете вы, мы ежеменько не потеряем. Вот и все. Я прошу прощения, мы с вами договорились. Да, это не будет повторяться. Значит, в конце, уважаемые коллеги, мы сегодня публичное слушание проводим для того, чтобы понимать, нам двигаться в это направление или не двигаться в это направление. Поэтому хотелось бы, чтобы мы поддерживаем уход в концерте тепловой сети. Почему? Потому что на сегодняшний день, я понимаю, что на сегодняшний день, наверное, работник на тепловой сети, которые сегодня сидят с головой махают, не хотелось бы уйти. Но я хочу, чтобы вы все поняли, значит, сегодня тепловые сети, если бы не эта зима, такой бы зима не была, значит, получили бы убыток в размере порядка 200 миллионов рублей. Мы это прогнозируем, и мы это ни разу обсуждали. Спасибо сегодня природе, что на сегодняшний день такая теплая зима, такая холодная зима пошла, и товарооборот у тепловых сетей был достаточно хороший. Если бы не было такой зимы, то тепловые сети ушли в убыток, и этот убыток ложится по всем обязательствам на бюджет города Чебоксана, порядка 200 миллионов рублей. Это, как бы уже сказано, значит, вы из бюджета должны были бы заплатить тех поставщика, услуг, которые с тепловыми сетями работают. Это газ, это электричество, это все остальные ресурсы, которые сегодня употребляют, в том числе для вырубки тепловых сетей, против тепловых сетей, против тепловых сетей. Это при оплате 200 миллионов рублей из бюджета города, это недостроенные наши дети, сады, школы, недостаточно благоустройства, которые всем на территорию города Чебоксана сегодня охота получить. И депутаты городского собрания это все понимают, мы за каждую боль по капельному углу убьемся, и хотим, чтобы у нас благоустройство было. Но нужно понимать, что на сегодняшний день собственные доклады у администрации города или у муниципалитета недостаточно для того, чтобы кладить еще убыки за те предприятия, которые сегодня находятся в собственности Администрации города Чебоксана. Мы не можем это все сделать. Или мы выполняем эти вопросы, про которые я говорил, или мы с вами не выполняем и чисто поплачиваем те долги, которые и умытки нормальных кашек повысить. Вот исходя из этого, я прошу, уважаемые друзья, коллеги, жители, выводы и высказать свое предложение. Если мы готовы к этому вопросу, если мы готовы платить и бюджеты города, и не выполнять работу в облахустройства, то есть, если мы готовы к этому вопросу, то мы можем это сделать. Но, свежим, рассчитав все лица и плюсы, и минусы, мы единственное правильное решение считаем, что надо сходить в конец. Тем более, что это не простая аренда, это конец, это федеральный закон, это 44-й закон, мы никуда не уходим. И нужно двигаться в правильном направлении. Спасибо. Пожалуйста, вот я прошу прощения, давно не человек. Добрый день, Томаков Илья, у меня предложение, вопрос такой, как бы, связанный с северо-западным районом. Вы сказали, что заморожены будут тарифы на два года и расти не будут. Для того, чтобы все-таки изручиться в поддержке населения, такое процессионное соглашение будет подписано, Наверное, целесообразно было бы выровнять тарифы, начиная с первого года с новоежного района. Потому что существует определенное напряжение у населения в новоежном районе северо-западном. Бабушки созваниваются, сам знаю. И вот эти 200 рублей, они создают разбор. Если вы взяли за это дело, то предлагается выровнять тарифы с первого года, они два года держат и заморожены. Я как житель новоежного района против. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что неправильное решение. Я имею в виду понизить северо-западном. Конечно. На этом вопрос все закончены? Пожалуйста, заготовитесь. Вы все закончили? Зайдем вместе со мной на все вопросы. Мы договорились. Крайний вопрос. Юрий Александрович, продолжаю вас, зная как бы, Моноголеприя, Моноголеприя и Ветерана ЖКХ. Подадите, пожалуйста, микрофон. Или не встали? Да нет, я подадил. Ну, во-первых, тут вопрос возникает. Они сокращают травм, концерт и все прочее. Вот конкретно вы с первого мая примите это все. В мае придете обрисовку. Это сотни священий. Каким способом вы будете вот это? Уйдут руководки. Как будете? Первое. Нерешенный вопрос. Это эксплуатационное. Что вы будете делать с эксплуатацией? Да, капли, ремонт, замена, это все звучало здесь. Об эксплуатации мы не сказали сколько. И второе у меня вопрос. Раз вы еще не оценили масштабы этих ремонтов, работ и так далее, почему же попробовать еще перенести на год эту концепцию отложить? Мы бы изучили за это время, как говорится, проверили состояние его. И потом вы можете сами бы подумали, надо это дело или не надо. Благотворительность заниматься. Вот у меня на этом. Спасибо. Мы без нас ответ получили, уже давали на этот вопрос. Что же вы рассказали? Ладно, ну вот он возникнет, Владимир Владимирович. Значит подготовка к отопительному сезону в любом случае пройдет, в любом случае мы подготовим город. Теперь завтра, ноября мы получим паспорт готовности к отопительному сезону. И отопительный сезон начнем ровно тогда, когда необходимо будет начать. Если в течение 5 дней суток будет ниже температура температурного воздуха, плюс нафига. Владимир Владимирович, вам личный вопрос коротенький. Какие-либо альтернативные предложения от иной компании поступали на заключение подобного договора? Мы сегодня ждем такие предложения, потому что у нас данный процесс идет. Хотелось бы, чтобы было соревнование, предложение. Но если кто обратится, то вопросу нет. Пока такой заявки нет. Я предлагаю тебе. Прошу. Хорошо. Прошу. У вас даже 10 000 новостанового капитала в коммунальной технологии на сегодняшний день. Поэтому давайте не будем предлагать и превращать. Полаган в долгий объект серьезных объектов, которые сегодня я с вами провожу. Скажите, пожалуйста. Все, можно успокоить? Да. Спасибо. Только не будем. Благодарю. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые граждане. Сегодня самое лучшее время, чтобы провести публичные слушания и рабочие деньги. И в часов утра все принимают, конечно. Сегодня здесь прозвучали очень важные, очень интересные вопросы. И в первую очередь я хотел бы отметить на горе марта, что это дело не нужно политизировать. И я хочу сказать, что это дело необходимо политизировать. Потому что, как мы все услышали, по той действующей системе областей, которая у нас есть, и муниципалитеты, когда отдельные решения принимают, и республика отдельные решения, и федералы отдельные решения, то тогда ответствуют нас коллективно. Так оказалось, что вы сами, граждане, через ваших депутатов, приняли такое решение. Никаких не вкладывать в теплосети, проводить праздники, купать вписанные корабли, проводить их сюда, приглашать сюда желтые тюльпаны, приглашать сюда в город Мурьевского, устраивать какие-то невероятные акции с распространением на всех счетах соцрекламы за государственные счеты. И вот, как мы говорили, мы вместе, и так далее, вот это вот все вы получаете сами, опосредованно через своих депутатов, приняли такое решение и сделали. А теперь мы пришли к тому, когда у нас говорят, все, у нас вот корыто разбит. Поэтому эту тему обязательно нужно пройти и делать. И хорошо, что в этот раз депутаты ЧГСД здесь присутствуют, и он вяжет, что этот целзайд будет более ответственным, чем предыдущий. Конечно, жаль, что нет сегодня здесь два года, и больше страны. Вы говорите, вы говорите про тарифы, здесь тогда, значит, будет такой формат работы, мне даете говорить, 5 минут, 5 минут. То, что сейчас планируется осуществить по передаче на анализ сетей, это не ошибка. Это конструкция планов, потому что тогда достаток собственности города и весь пункт. Я могу ошибаться, но полагаю, что есть также часть обязательств, проведенные в прошлом году выборами и не настоящим выбором компаниям. Я, другим, очень до этого не вижу, так как коллега такого масштаба, как всем известный господин, наверное, имеет желание контролировать не только предыдущий иммунализированный бизнес, но и микрополитическую составляющую субъект, где они могут работать. Я не очень много объяснить, когда же в обсудении с городскими республиканскими депутатами могут являться столь близкие планы и проекты решений, которые мы сегодня обсуждали в каком составе, на 508 тысяч населения. Посмотрите, насколько сегодня 100 человек. Мы сегодня выдадим одобрение и недодобрение всему этому вопросу. Вот такую вот объемку. Распределяемые пресс-релизы, якобы денег в бюджете на эти цели нет, существенно поднять тарифы, а какие условия закреплены в обществе я отстаивающей модернизации и в числ и на русском языке. такую задачу, чтобы разбираться. И спрашивать, наконец, у властей за принятие и решение, в том числе и у предыдущих. И не только по этому вопросу. Когато каналу, вы все представляете, что некто в своем управлении брал валютный и в том числе кредитный налогов, который до сих пор там выплачивается от очень невероятного количества средств, и тоже неукомен отвечает. Только всем на экране, только все в эти советы общественные и советы диссионеров приказаны в государственном органе. Вечно они дали, святые, и все это, всем спасибо. Никто не принадлежит отвечать. Мы, мне не нужны никаких доказательств, что некий крипплюз будет ставить приоритет на 2-3 тарифа и качество услуг при неизвлечении прибыли. И то, что они всем доказали, что они, оказывается, занимаются благородительностью, это, я считаю, достойно определенных цитатов, такие щиты, баннеры, баннеры могут себе это пусть позволить заказать. Я выкладываю, у вас уже рекламная компания, желательно, кубок вы в своей контакте присутствует, занимает криптизм за бешеные деньги, и понятно, зачем. Зачем он не планировался? Что кто-то может прийти на рынок, вырубить, пользоваться в вашем мире, или нет. А вот этот штат разумстить, мы будем звонить. Мы что, не знаем, что в Болгограде подобные конституционеры подняли тарифы по технологическим подключениям в воде, отопления на любые виды в работу четыре раза. То есть для населения нет, оставим всю тачку, там все будут беспокоиться. А вот для бизнеса, для застройщиков, для всех остальных тарифов четыре раза в топ, и давайте справляйтесь. А куда бизнес поможет все эти татраты? Опять же, на нижний уровень, на самом деле же потребитель. В Болгограде люди просто возмущены колодками, батареями там, где работают Т+, а Т+, виних людей говорят, что они нарастили себя дома, напомнили свои секции, поэтому, собственно, батарея не греет. Посмотрите, как работает Т+, в Саратовской области. Там губернатор требовал купить уже Т+, и еще одного конституционера ответственности за аварию и ненадлежащие меры, когда без услуг жизни необходимых остались 424 тысячи человек. Это практически наш город Челоксар. В Саратов зайдите, вправо, чтобы водительство пользуется интернетом. Там приплюс работает. Ну, посмотрите, какие там отзывы. Там дозвониться, да и служба поддержки невозможна, там у них единые, правильно здесь сказали. Диспетчеры, все остальные там, и служба поддержки, все вообще уйдут непонятно куда, будут из другого города наше жизни, да и не выключают, потом, электрικомы – в Саратове в Саратове, в Санкт-Петербурге. И, конечно, задумывали, какие там страны, в Саратове, и другие там завода, и другие там, в Саратове подступают в Саратове снижение 425 тысяч, но очень четко, чем привели Все эти проблемы есть, и я понимаю, что сейчас нам готовы помещать любые золотые коры, но абсолютно в них не верю. И у меня еще очень много, конечно, чего хочется сказать, но при многих не позволяет. Поэтому, а ну давайте еще парочку. Возвращаясь к бездействию власти и жалобами, денег нет, придется все отдать в концессию, хочется спросить, где ваша мощная вертикаль, уважаемая власть, почему же, раз все здесь прогнило и развалилось, федералы не окажут помощь нашему региону. Мы же такие молодцы. Мы в Чувашской республике обслуживаем очень четко государственный долг, мы его постоянно сокращаем. Мы даем рейтинг торгового выбора уже в 80%. Кстати, недавно еще и кензинский губернатор, у него было больше 80% в последних выборах. И чем он сейчас заканчивает, мы все прекрасно знаем. А у них, кстати, тоже в принципе прекрасная работа. И сейчас вы нам все это обещаете, но подумайте, неужели мы так вот просим от нашей сегодняшнего государства, в том числе и федералы. Тепла и горячая вода в 2021 году. Где же наши сенаторы ни одного сегодняшнего сестра, где наши депутаты Государственной Думы ни одного сегодняшнего сестра. Вот пусть они в Государственной Думе и рассмотрения по следующему бюджету, и бьют там колокола, и говорят, что в Чувашской республике, к сожалению, мы своими собственными руками за последние 25 лет довели к нормальной сети такой беды, до такого состояния, что сегодня никто вот так не будет дать просто по обещаниям. И хотелось бы... Вот теперь время. Да. Вот теперь время. Во, время. Да. Решитель города, конфликтопа совета. Упредит проекции ЛДП, мы выступаем несколько против этой инициативы. Власти уже выступали на грабли с коммунальными технологиями, но шишки от этого всего нашего народа. Если все равно синий губик протаскали, то было бы логично созвать местный референдум. У нас выбор в этом году. Вы все знаете, что у нас власти любят на выборах давать дополнительную нагрузку, избирательную выбор, делая много разных статусных людей. Вот такой вопрос нужно поставить на выбор, чтобы люди высказались. Да, да, нет, нет. А если тысячи за тысячи человек в правосоюзе отвечают, которые работают в предприятии, я думаю, там ожидаемый будет ответ. И в конце маленькая плеча, она зайдет 5 секунд. Сколько готовы? Ход жар на середину за хороший плод писался за 20 лет, тому что грамотники шага. И мир грозит убить на середину полу, если указан срок и шаг не научатся читать. Когда на середину спросили, как же он пошел на такой мисс, мы на... Давайте без скат, да? И еще на спрашивая, что мы возьмете, если шаг умрет, либо мир умрет, либо я умрет. И вот этот план на 25 лет, это то же самое. Николь не умрет. Николь не умрет. Николь ничего сегодня на свое чтение не распродает, как вы сказали. Я могу сказать, вот вчера мы принимали бюджет в городе Чапоксар. Единственная франция, которая проголосовала против, это ЛДП. И все сваливаем в одну кучу. Я тоже не предлагал, да, не дизайнеры. Все в одну кучу сваливаем. И Пензу, и Савратов, и Волгоград, и все остальное. И представители, и члены Советов, и не готовы. Я тоже против. И Ладокова, в том числе, и вас. Мы конкретно говорим о нашем оппозиции и конкретно говорим то, что мы сегодня честно представляем на вашем развитии. Добрый день. Я думаю, что движение идет в сторону подготовки к проекту самого соглашения.